друзья приветствую зритель из москвы прислал посылку с образцами масла rove high-tech rsd 1 530 из mitsubishi outlander 18 года мотор не указан ничего пробег 7 2000 один владелец ну в общем то вот такой эти данные приведу что есть и вот и образца значит этот я очищал от скотчей немножко протек он и надпись вместе со скотчем осталось так это значит у нас канистра это бочка мне кажется они отличаются по цвету есть вероятность на мой взгляд что в бочке фейковое масло сравню создам эталон из масла которая с канистры наливалась и тут смотрите тут отработка тоже из бочки ха-ха интересно будет посмотреть если в бочке фейковое масло поддельное результат будет не паровая по отработка фейкового в любом случае сейчас уже создал запись сейчас создам эталон проверю одно второе и покажу вам результат через несколько секунд так друзья обещанные результаты от сергея сергей это все-таки из москвы так смотрите образец называется ровый хай-тек синт rsd 1 530 лисак 5 так смотрите этот первый образец это образец из канистры я по нему сделал эталон окисление 887 нитрование 541 уровень противоизносных присадок 048 это характерный в общем то уровень для среднезольного масла у полнозольного от 0 6 и выше фенольных антиокислителей нет вот это удивительно честно говоря для меня далее аминные антиокислители у нас на хорошем уровне почти процент 0 96 но удивительно почему нет фенольных так щелочное 792 по госту для свежего это было бы около 9 и щелочное 144 ну нормальные отличные значения в общем то и хороший запас есть по вязкости при 40 градусах 60 55 сотых и при 100 градусах 1067 так переходим к следующему образцу там вопрос был образец из бочки вот она подписана sample айди ровый бочка r это слово рекорд то есть эти данные я нажимаю сохранение и прибор их записывает и помечает буквой r так окисление нитрования окисление 902 ну в принципе 0,2 разницы тоже очень похоже и нитрования похоже в общем-то по этим показателям но вот здесь начинаются какие-то сюрпризы противоизносных присадок 0,62 процента это более характерно для полнозольного масла то есть здесь или насыпали присадок намного больше вот или это не то масло фенольных антиокислителей 0,30 там их не было и аминных больше процента 106 тоже то есть видно что это не какой-то там некачественным это качественное масло на уровень явно выше и смотрите щелочное 847 на 055 выше чем в образцы из канистры и 148 но тоже где-то близко вязкость сороковку я убрал она не информативно оставил сотку 1029 вязкость похоже ну чуть 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 на капельку поменьше и это масло по показателям ближе наверно к пятому так образец отработки отработка это как раз бочковое масло так видите да здесь и не подписал митсубиш 10200 километров и 255 моточасов появился бензин 1,16 процента так есть попадание хотя средняя скорость достаточно высокая 40 километров в час до недостаточно она высокая за такой пробег это очень высокая скорость и нитрование окисления продолжает нарастать это обычное нормальное явление для работающего масла окислительные процессы идут постоянно противоизносные присадки сработались на 48 процентов но тоже неплохой уровень к этому двести пятьдесят пять часов здесь половина еще живая фенольных антиокислителей ну вот здесь их чуть меньше чем в свежем но относительно эталоны из канистры видите здесь сто процентов аминные сработались полностью по крайней мере прибор их не видит так щелочное кислотное 471 кислотное 308 мне кажется чуть высоковато конечно щелочное но в общем то запас еще есть вязкость 952 чуть просела на 0708 но все равно нормально и появилась вода девять сотых гликоли нет поэтому я думаю что это какой-то или атмосферная влага или загрязнен образец в какой-то момент может баночку мыли я не знаю там еще что не такое как стояла напиталась так и два прогноза смотрите два прогноза почему два прогноза потому что эталон я создавал по канистровому маслу а в моторе было бочковое и они имеют некоторые отличия в частности по щелочному одно масло отличается от другого на 0500 55 единиц поэтому я в процентном соотношении пересчитал и вот сделал два прогноза смотрите значит по первому прогнозу это 16 половиной 13 половиной тысяч километров моющие нейтрализующие свойства сработались бы 341 моточас нейтрование мне кажется могло бы быть повыше получше может быть здесь какой-то нюанс там фильтр или еще что-нибудь такое но слегка то есть никакого криминала так и вязкость 470 моточасов но вязкость все-таки достаточно быстро падает ну бензин попадает и второй прогноз вот видите щелочной здесь отличается я в процентном отношении пересчитал и вот мне кажется здесь более корректные будут результаты 12800 и 320 моточасов и нейтрование такое же вязкость такая же и вот нижний показатель посередине 52 и 649 и 4 это средний показатель это сколько моточасов на одну единице разницы между щелочным и кислотным то есть показывать насколько эффективно масло работает чем выше цифра тем лучше вот значит не забывайте пожалуйста поставить лайк а может и дизлайк подписывайтесь на канал нажимать колокольчик чтобы получать уведомления так и сейчас я вам покажу интересный очень момент все-таки меня заботило что же такое в бочке и возможно я даже нашел ответ смотрите вот два спектра видите внизу легенда и подписано красная это бочка синяя линия это оригинальное масло ну мы видим что спектры ну практически совпадают есть небольшие отличия но помните да и противоизноска отличается и щелочное то есть но спектры очень близки я наложил один на второй вот то есть как будто бы да это это масло но есть отличие масло похоже больше на а 5 полнозольная и значит у прибора есть такая возможность коэффициент наложения то есть бочковое масло я взял и сравнил он по базе по своей сравнил и посмотрите максимально совпадены выдала на полимериум про 530 тоже 6 льсак 98 и 59 сотых процента а дальше уже только идет ровая 98 53 сотых процента между ними пять сотых разницы тут как будто бы в бочке налито ну она качественная масло очень похожее на полимериум а почему нет возможно что кто-то кто-то покупает полимериум в бочках переливает их или перебивают эти гетку на бочке и продают как ровы там значительно дороже а по сути это может быть ну качественно и однозначно потому что и фенольные аминные присутствует и высокий уровень противоизносок то есть как бы здесь поддельщики некороятно клиентах но тем не менее хотя я не могу объяснить по предложите своей версии как может быть такое что по показателям блин ближе к пятому к полнозольнику просто странная ситуация вот такой получился тест само по себе масло отработала хорошо вот ну и неудивительно в общем то но тем не менее вот такие результаты благодарю сергея за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока